Всем привет! В этом видео поговорим о том, что означают цифры на резиновых петлях. Резиновые петли для тренировок используются атлетами самого широкого профиля от научков до профессионалов в самых разных видах спорта. Поэтому было бы очень странно, если бы существовала одна единственная резиновая петля, которая бы подходила всем и всегда, вне зависимости от уровня подготовки или сути тренировки. Естественно, такого нет, поэтому производители резиновых петель обычно выпускают несколько моделей, отличающиеся друг от друга по силе сопротивления. Когда вы в первый раз увидели резиновые петли, то наверняка обратили внимание, что они отличаются друг от друга по цвету и ширине. Это сделано для того, чтобы можно было легко отличить петли разного уровня сопротивления друг от друга. Хорошие производители обычно также указывают уровень сопротивления на самих петлях, плохие же оставляют вас гадать. На наше счастье, большинство производителей придерживаются одной и той же цветовой схемы для обозначения петель. Этой цветовой схемой придерживаются основные производители. В то же время в продаже можно встретить и другие градации, где, например, вместо красной или желтой петли идет оранжевая. Также некоторые производители, помимо пяти основных петель, предлагают и усиленные черные петли, но они могут быть интересны только профессиональным тяжелоатлетам, поэтому встречаются редко. С цветами вроде бы разобрались, так что давайте перейдем к цифрам, которые производители наносят на петли и которые обозначают их уровень сопротивления. В отличие от цвета, конкретные цифры значительно лучше способствуют подбору подходящей петли для себя при покупке через интернет. Первое число показывает уровень нагрузки сопротивления резиновой петли при ее растяжении на 50 см. Второе число показывает уровень нагрузки, то есть сопротивления резиновой петли при ее растяжении на 150 см. Соответственно, растяжение на расстоянии менее 50 см создает нагрузку от 0 до 13 кг, а при растяжении на расстоянии от 50 до 150 см нагрузка от 13 до 37 кг. Поскольку речь идет о резиновой петле, то нагрузка будет увеличиваться плавно. При этом важно понимать, что цифры на петлях указывают именно уровень нагрузки сопротивления самой петли. Многие новички, которые хотят научиться подтягиваться, ошибочно трактуют эти значения как величину веса, на которой рассчитана петля. Но на самом деле, даже если вы весите 100 кг и встанете на петли с коэффициентом 13-37 и растянете ее на 150 см, то она не порвется. Просто уровень поддержки, который она будет оказывать, не будет превышать 37 кг. В то же время, многие производители не рекомендуют растягивать резиновые петли более чем на 200 см, то есть общая длина петли в растянутом состоянии не должна превышать 300 см, потому что это как раз создает вероятность разрыва самой петли. Также хотелось бы подчеркнуть, что подбирая резиновую петлю для себя, вы должны понимать, что функционал этой резиновой петли очень большой. И она используется практически во всех спортивных направлениях, от борьбы, бокса, восточных единоборств, фитнеса. И вы должны понимать, когда вы подбираете себе резиновую петлю, четко должны представлять, что вы с ней будете делать, что тренировать и для чего вы ее себе выбираете. Потому что покупая резиновую петлю с большим сопротивлением, можно навредить технике исполнения и отработки каких-либо приемов в единоборствах. Там используется резина с маленьким сопротивлением для того, чтобы нарабатывать технику. И наоборот, если вы работаете в каком-то силовом режиме, то маленькая резина с маленьким сопротивлением вам мало чем поможет в силовых каких-либо элементах, тренировках и так далее. Так что здесь необходимо подбирать петлю, как я еще раз говорил, с умом. Когда подбирается петля для обучения подтягивания на турнике, то такая петля используется только на начальном этапе, когда человек нарабатывает технику подтягиваний и еще не умеет подтягиваться. Либо подтягиваться плохо, подтягиваться один-два раза. Для того, чтобы ускорить процесс обучаемости, используется резиновая петля. Многие ошибочно представляют, что занимаясь воркаутом, все время необходимо заниматься на резиновой петле. Мол, это красиво смотрится. Но это не так. Вы должны работать собственным весом. А когда вы уже выполняете определенное количество повторений, которые переходят в 20 повторений, 25, для своих тренировок вы можете использовать дополнительный вес, который будет улучшать продуктивность вашей тренировки. С резиной нет необходимости тренироваться круглогодично, если вы учитесь подтягиваться, например, 2 года. То есть это не прогресс ваш. И это не даст вам быстрого прогресса, увеличения какой-то силы, массы и результатов. Всем пока. Если видео было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Смотрите следующие выпуски.